Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Купил новые колеса, ребята. В этом видеоролике будем измерять тягу. Прямо в таком положении, ребята. Вернее, точнее, это уже крайне. Сверлим отверстие насквозь. Вернее, точнее. Объем. Вернее. Вернее, JJ. Игра. Вернее, вверх. Тяга будет измерена на автомобильном насосе. То есть я хочу понять, какую максимальную тягу с него можно получить. Далее мы будем этот показатель тяги увеличивать, совершенствовать. Будем совершенствовать сопла и подавать большее давление в двигатель. Но пока нужно сделать какую-то отправную точку. Отправной точкой будет тяга, выжатая с автомобильного насоса при полностью заряженных аккумуляторах и с помощью вот этого шим-регулятора. Он не может дать полную мощность, потому что у него малый расход, малое давление. Но нужна отправная точка и он у нас как эталон. То есть его можно на всю включать, он стабильно работает и стабильную тягу может выдавать. Итак, стартуем. Тяга будет измерена с помощью весов обычных, вот так. Их вот здесь вот так положим, чтобы далеко не отходить. Вот и ТРД при запуске прижмется к стене, а мы его будем оттягивать и смотреть тягу. Стартуем. Трансляция Продолжение следует... 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 Чума! 25 килограмм это, ребята, ни разу не шуточная мощность. Это 50 процентов от задуманного. То есть еще чуть-чуть его раскрутить, буквально на 20 процентов по оборотам. И он уже выдаст все свои 50. Причем спокойно. Я в нем уже уверен, моща есть. Это самое главное. Топливный насос от инжекторного автомобильного двигателя. Заряжаем это добро в канистру. Прокачал немножко топлива. Вот оно идет, пенится. Ну и даем давление. Смотрим, на что способен этот насос на всю. Так, 5 атмосфер. 12 атмосфер он и может, если на всю давать. Далее идет сброс. Индикация показывает от 0 до 100 процентов. Просто без всякой мощности. 10 процентов 30. На 40 процентах уже 2,5 атмосферы. Друзья, чтобы повысить давление, есть одна фишка. Давление будет повышаться очень плавно. Правда, придется использовать герметичный бак. Еще один опыт на производительность. Даю на всю. Теперь по прибору стараюсь не опускаться ниже 10 атмосфер и посмотреть производительность. Так, можно засечь сколько в минуту нальет. Это на 10 атмосферах. Медленно, конечно. За минуту накачала около 150 грамм. Если мы возьмем 7 атмосфер, вот что происходит. Качает как зверь. Засеку еще раз на 7 атмосферах. 7 атмосфер. Пошел процесс. Вот сколько топлива накачала под давлением 7 атмосфер. Здесь примерно 0,7 литра. 0,5 килограмма, грубо говоря. Конечно, маловато, ребята, очень маловато. И вот при таком расходе, как вы думаете, можно ли спалить движок? Спалить, конечно, можно, но на старте. Но в работе он, скорее всего, сможет находиться вечно. Потому что это где-то половина мощности будет. На этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Вылил керосин туда, откуда взял. Теперь здесь будет обезжирка. Две бутылки вылью. Двух литров должно хватить. Что-то мне подсказывает, что бензин для зажигания обезжирки не нужен. Должно и так зажигаться. Сейчас посмотрим, что нам покажет обезжирка. Начнется турбореактивная тяга на обезжиривателе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...